так оксана сегодня у нас с тобой второй сеанс правильно скажи мне по с какими жалобами ты ко мне пришла я пришла жалоба что не могла ходить что значит не могла ходить у меня жутко болело мышцы вокруг колена но я думала что это колено скажи мне пожалуйста колено какое левое правое правое колено как давно у тебя болит она заболела две недели в результате тренировок так тренирую скажи мне пожалуйста какие тренировки я начала бегать очень активно где-то по часу и на какой день заболела на третий день у меня заболела колено тренер сказал что это все нормально естественно просто связки немножко поднапряглись и переболят и все а потом прошла неделя мне никаких вообще изменений нет как болела как и болит я пошла к травматологу травматолог сделать снимок и говорит вам нужно забыть пробег прыжки у вас он артроз ну а то что болит пройдет через неделю мажьте там мазями так что ты делала я продолжала мазать мазями и у меня состояние никак вообще не менялось я просто поняла что я могу вообще даже скажи мне бегать тяжелую или даже ходить тяжелую ходить не могла ходить да ты пришла ко мне да и я пришла к вам потому что давно о вас уже знаю и знаю что вы творите чудеса со своими пациентами надежда была только на вас так скажи мне мы с тобой сделали одну процедуру и мы с тобой как бы не будем показывать потому что я делаю там специальные убираю сгустки крови а здесь еще методика которой я давно занимался сейчас возвращаюсь к ней на другом уровне это живой лед как после живого льда живой льду помогает процессе проведения манипуляции чувствовать себя комфортно чувствовать себя комфортно без боли то есть обычно когда делает процедуру растягивает массаж и все то возникает боль если выбрать специально приготовленный лед то практически боли не было так какие ощущения что у тебя сразу после процедуры произошло да потому что когда мы стали работать то оказалось что у нее под вывих стопы и щадя стопу она травмировала колено то есть практически это у многих людей если не сказать что не восьмидесяти у семидесяти процентов точно есть под вывих стопы а если под вывих стопы то стопа выстраивает все тело и она может подстраивать под себя колено тазобедренный сустав другую сторону и когда мы с тобой сделали растянули все связки все сухожилия при помощи еще живого льда то и скажи мне пожалуйста еще мы с тобой не виделись практически неделю до чуть меньше скажи мне вот после одной процедуры что у тебя изменилось на следующее утро я стала совершенно здоровой человек у меня не было боли в ногах вообще я свободно ходила так скажи мне еще очень интересную вещь потому что у тебя еще что есть в ногах варикозное варикозное расширение так что с вены мне сказали что нужно делать операцию вот но после того как петер александрович что-то там поделал на ноге я обратила внимание что вена у меня пропала то есть она выпирала вечером и еще скажи сегодня вот сюда на филипповский ты шла откуда отверстия ну хорошее расстояние какое ощущение выкрою было тепло тепло и кром стали нет почему потому что неправильная походка это основная причина варикозного расширения вен неправильный центр тяжести неправильно человек наступает подвыг в стопе пережимается места так называемых узлов это таз под коленом и пережимаются вены и вырезать их это не решение проблем а создавать еще большую проблему то есть брать еще один кредит чтобы покрыть это и поэтому мы с тобой сделали одну процедуру она еще почитала книгу бег вместо лекарств в любом возрасте и поняла что бегать во много раз легче чем ходить и поэтому посмотрите человек идет собаку он идет а собака что делал бежит потому что бежать легче папа с мамой идут а ребенок что делает он бегает потому что бегает легче потому что древние мудрицы говорили если хочешь быть здоровым бегай если хочешь быть сильным бегай если хочешь жить долго бегай но бегать могут только мудрецы потому что бег это самое совершенное самое красивое движение у человека вот этой школой бега мы и занимаемся добро пожаловать к доктору Попову школу городского бега человека третьего тысячелетия на филипповский до 18 все спасибо посмотрите подписка понравилось дел